бедный слабый воин бога акты творчества игнорируют время и воспламеняют душу ощущение своей смерти неотступные по молодости все настойчивее овладевала фёдором салагубом в после революционные годы сознание поэта она трансформировалась сначала в математическое доказательство загробной жизни затем в надежду на собственное бессмертие бессмертие не только в смысле антологии классической литературы но и в буквальном смысле физического бессмертия тела турандина приходи турандони тебя простил слышит громкий зов стоя в полдень у опушки леса героиня сказки турандина умирать не хочется признается маркиз телятников персонаж завершающей части трилогии творимая легенда я бы еще пожил старость лучшее время жизни живи себе даже и чай откушав старик просветлялся с растерянной ставший нежной улыбкой сиял голубыми глазами на все и рассказывал точно арабские сказки о пати о жизни о строчке стиха так четыре часа он журкал каждый день и бывало заслушаешься и я его бегавший двадцатилетие улыбался с утра и думал и сегодня явится сказочник федор кузьмич андрей белый начало века колыбельная себе чадом жизни истомленный тихо тихо я пою убаюкать песней сонной зыбку шатку и мою спи грозою опаленный спи от счастья спасенный баю баюшки баю вспомни верная кормила невозвратной госпожи обо всем что с нею было горько плача потужи все что звала и манила все что было в жизни мило ту же узел завяжи вот полуночная вьюга запевает вью 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 где я зыбко и упруга зыбку легкую мою вышла светлая подруга из пылающего круга баю баюшки баю кто устал тому довольно щедрых пытками годов кануть вольно или невольно запредельность он готов руки сжавши богомольно на груди где сердцу больно слушай вещи тихий зов истлевающие сети смертным хмелем перевью покачаю в тайном свете зыбку жуткую твою улыбаясь вечной лете спи как спят невинно дети баю баюшки баю я давно умер медленно и веско повторяет салагуб прерывая неистовый словесный поток пронина минута молчания и снова раздается размеренный тяжелый голос салагуба да ощущение своей смерти я давно умер иногда посещает поэтов особенно не старых поэты постоянно думают о смерти своей и чужой сущности у них только две темы смерть и любовь но вот я чем дальше живу тем больше начинаю сомневаться в своей смерти мне все чаще кажется что я не умру совсем не умру никогда какая-то во мне появилась надежда на бессмертие даже уверенность что не все люди смертны что самым достойным одному на сотни миллионов будет даровано бессмертие ирина адуевцева на берегах невы как я с тобой не спорил боже как на тебя не восставал ты в небе на змеиной кожи моих грехов не начертал что я тебе твой раб ничтожный или твой сон или просто вещь но тот кто жил во мне тревожный всегда пылал всегда был вещь и много ли я посеял зерен и много ли заросли я сжег но я и в бунте был покорен твоим веленьям вечный бог ты посетил меня и горем всю душу мне ты сжег дотла с тобой мы больше не заспорим все решено вся жизнь прошла в оцепенении жестоком как бурей разбитый чел я уношусь большим потоком по прихоти безмерных волн 11 марта 1922 полным и звучным голосом знаменующим плодовитость изысканных наслаждений полноту телесных переживаний говорит федор сологуб даю же вам новую заповедь единую люби меня вы полагающие цели свои вне себя любите меня и только меня ибо я полагаю единую и святую цель во мне и вот все стремится ко мне волны столетий притекли к стопам моим и силы всей вселенной устремились к пребыванию моему моими путями исполнены пространство мною исчислены сроки явлений и законы всех обитаний во мне не будет времени пространство и расторгну оковы иных обителей но я пребываю сверх этих и вот моя заповедь вам любите меня утешение и мир не заведу я на землю любите меня отменяю грех и прощаю беззакония ваши утешьтесь если есть грех то это мой грех всякий грех мой грех ибо все и во всем я и только я и нет иного и не было и не будет и ни в какой обители нет небытия не обещания невозможности иного не помысла об ином все во мне но вам не открыл я полноты всего еще пророчествую отрочествую так хочу но и в отроке полнота бытия и в пророчестве полнота истины вы же по мере понимания вмещаете и по мере сил исполняете федор сологуб я звезда маир звезда маир сияет надо мною звезда маир и озарен прекрасную звездою далекий мир земля ойле плывет в волнах эфира земля ойле и ясен свет блистающий маира на той земле река легой в стране любви и в стране мира река легой колеблю тихо ясный лик маира своей волной брицанье лир цветов благоуханье брицанье лир и песни жон слились в одно дыханье хваля маир 15 сентября 1898 всю область поэтического поэт делил на две части тяготеющие к разным полюсам один полюс лирическое забвение данного мира отрицание его скудных и скучных двух берегов вечно текущей обыденности и вечно вращающейся ежедневности вечное стремление к тому чего нет всякая поэзия хочет быть лирикою хочет сказать здешнему случайному миру нет и из элементов познаваемого выстроить мир иной со святынями которых нет поэт творец и иного отношения к миру у него в начале и быть не может вся сила лирического устремления лежит в этом наклоне к тому желанному чего еще нет и уверенности что творение иного мира возможно федор салагуб демоны поэта на ойле далекой и прекрасной песни сладкогласной и согласной славит все блаженство бытия там в сиянии ясного маира все цветет все радостно поет там в сиянии ясного маира в колыхании светлого эфира мир иной таинственно живет тихий берег синего легоя весь цветах нездешней красоты тихий берег синего легоя вечный мир блаженство и покоя вечный мир свершившийся мечты двадцать второго сентября тысяча восемьсот девяносто восьмого другой полюс ирония без нее невозможно ибо всякая истинная поэзия кончает иронии если лирика уводит человека от постылой действительности то ирония примеряет если в лирике обнажается роковая противоречивость и двусмысленность мира то ирония открывает неизбежную двойственность всякого познания и всякого деяния именно ирония показывает мир в цепях необходимости и научает что по тождеству полярных противоположностей необходимость и свобода одно и говорит миру да и говорить необходимости ты моя свобода и говорит свободе ты моя необходимость и реализуя их невозможность как предел земных бесконечностей путем любви и смерти возводит поэзию на высоту трагических откровений конец цитаты формулировки сэмюля коллериджа поэзия это лучшие слова в лучшем порядке федор салагуб утверждал что великая поэзия неизбежно представляет сочетание лирических и иронических моментов насколько ясно поэта сознает эти моменты свои поэтики их слияние и их роковой спор настолько большей или меньшей стойкостью перед искуплениями лукавого жива его творчество есть магические круги внутри которых нечистая сила не проникнет поэт как чародей чертит эти круги но по недосмотру оставляет в них промежутки и в жуткие миги творчества вкрадывается нечистый в середину не до конца зачарованного круга ошибка поэта впускающая в его творчество беса состоит в неверном употреблении приемов иронии и лирики одних вместо других федор салагуб демоны поэтов пришла ночная сваха невесту привела на ней одна рубаха лицом она бела да так что слишком даже щеках кровинки нет что про невесту скажешь смотри и дай ответ да что же думать много пришла так хороша не стой же у порога садись моя душа в глазах угроза блещет рождающая страх и острая трепещет коса в ее руках 14 февраля 1905 разговор несмотря на дружные старания гумилёва и бронина совсем не клеится салагуб величаво с невозмутимым спокойствием холодно каменно молчит гумилёв переходя с темы на тему стараясь всеми силами вывести салагуба из молчания коснулся вскульзь сорванного и маженистами посмертного юбилея не помню уж какого писателя безобразие мерзавцы шумно возмущается пронин и тут вдруг неожиданно раздается каменный безапелляционный голос салагуба молодцы что сорвали это и маженистам надо в актив записать для писателя посмертный юбилей вторые похороны окончательные осиновый кол в могилу чтобы уже не мог подняться надо быть гением титаном как пушкин или вот еще толстой тем ничто повредить не может никакие посмертно юбилейные блага и подло глупости и досушие домыслы а для остальных писателей посмертный юбилей свинцовая стопудовая крышка даже мороз по коже как подумаю что обо мне напишут через десять или двадцать пять лет после моей смерти ужас он не спеша достает из кармана пиджака большой серебряный портсигар и закуривает папиросу о спичку подчеркнуто почтительно поднесенную ему вскочившим со своей табуретки гумилёвым из-за страха посмертного юбилея главным образом и умирать не хочу важно и веско продолжается лагуб и выпустив струю дыма из ноздрей медленно прибавляет хотя и вообще умирать то не очень хочется еще по парижу погуляю подышу легким воздухом земным подыши еще немного тяжким воздухом земным бедный слабый воин бога странно зывлены как дым что творцу твои страдания кратче мига сотни лет вот одно воспоминанье вот и памяти уж нет страсти те же что и ныне кто-то любит пламя зорь приближаясь окончине ты с творцом твоим не спорь бедный слабый воин бога весь и стаявший как дым подыши еще немного тяжким воздухом земным 30 июля 1927 каждая зима начиналась болезни федор кузьмич жаловался на отсутствие солнца я знаю точно от чего умру я умру от это на вопрос что это такое пояснял декабрит это болезнь от которой умирают в декабре о последних днях федора салагуба свидетельствует акмист всеволод рождественский которому в 1924 27 годах довелось часто и много беседовать с ироническим русским ирленом в письме максимилиану волошину он сообщает внешний облик его был удивителен голый крепкий как слоновая кость череп был опушен серебряным сквозным венчиком мне салагуб напоминал всегда о виде об снегах да таким он и был в обставшие в литературной среде все время вспоминал рим и уже не надеялся на милосердия августа примиренность жизнью все время чувствовалось в его словах жил он очень одиноко в царском или наждановке любил чужих детей и переводил шевченко и мистраля каждый год я болел в декабре не умею я без солнца жить я устал бессонного рожить и склоняюсь к смерти в декабре зрелый голос демонской игре дерзко брошены среди межи тьма меня погубит в декабре декабре я перестану жить 4 ноября 1913 стране под властью туполобых федора салагуба радовали дети только дети даже те кто повязал пионерские галстуки и те кто постарше в значках с надписью ким коммунистический интернационал молодежи корней чуковский записывался в услов все что у них плохого это исконное русское а все новое в них хорошо я вижу их в царском селе дисциплина дружба веселье умеют работать жестокое сладострастие разлито в нашей природе земной и темной несовершенство человеческой природы смешала в одном кубке сладчайшие восторги любви с низкими чарами похоти и отравила смешанный напиток стыдом и болью и жаждаю стыда и боли из одного источника идут радующие восторги страстей и радующие извращения страстей мучим только потому что это нас радует когда мать дает пощечину дочери ее радует и звук удара и красное на щеке пятно а когда она берет в руки розги ее сердце замирает от радости федор салагуб творимая легенда слышу песни плясовой разудалый свист и вой пьяный пляшет трепака и поет у кабака темин был тяжелый путь негде было отдохнуть злоба черта стерегла из-за каждого угла только все ж я хохотал в гулки бубен грохотал не боялся никого не стыдился ничего если очень труден путь можешь в яме отдохнуть можешь только пожелай и в аду воздвигнуть рай чисто рик поешь слова эх с мозгами голова был когда-то я поэт а теперь по это нет пьяный рваны весь я тут скоро в яму сволокут и зароют кое-как дай полтинник на кабак 11 января 1926 в аду решили черти строить рай для общества грядущих поколений подытожит разудалый свист и вой пьяного трепака советской россии на закате развитого социализма владимир семёнович высоцкий глядя на революционную прыть обыватель из корода же три родов думает ничего у вас не выйдет ненавидящий людей бросить тела ваши в глубокую пропасть и бросит их друг на друга чтобы засыпать пропасть вашими телами чтобы засыпать ее чем попало благо ваша доблесть сама того хочет когда тела вашей стлеют когда снаносною смешаются они землею летучие ветры бросят на них семена полевых трав и прорастут травы и раскроют свои простодушные очень невидные цветы потом когда-нибудь в земных веках по возникшему над пропастью лугу пройдут на тот берег спокойно и безопасно те кто еще не родились кто родятся не от вас фёдор сологуб творимая легенда зачем скажи в полях возделанных прилежно среди колосьев ржи везде встречаем неизбежно ревнивые межи одно и то же солнце греет тебя суровая земля один и тот же труд лелеет твои широкие поля но злая зависть учредила во славу алчности и лжи неодолимые межи везде где ты земля взрастила хотя единый колос ржи 29 ноября 1892 27 января 1900 его предчувствия превращаются в горькую действительность как в романе так и в жизни очень скоро товарищ сталин уничтожит значительную часть туполобых пламенных революционеров 1917-20 годов административно-территориальное деление советского союза которое кремлёвский горец выдул из своей трубки по обкурке в 1922 унаследуют в 1991 независимые постсоветские государства любая последующая мысль о какой-то иной автономии рискует подпасть под тяжелый кулак черносотенцев новых демократических режимов в романе федора салагуба пламя пожара охватывает дом трирадова объяснующаяся толпа убивает всякого кто пытается его покинуть в этом пламени кошмар 2 мая 2014 года на куликовом поле в одессе скоро весь дом пылал занимались и деревья сада люди в доме задыхались в дыму еще несколько человек спаслись подземным ходом но многие и теперь не верили трирадов и предпочитали взбираться на крышу или выбрасываться из окон приехали пожарные но работать им не дали толпа бросилась на них с угрозами пожарные разбежались толпа грабила и убивала всякого кто бросался из окон спускался по трубам спасался на крыше над завыванием огня носились пронзительные стоны мольбы и проклятия избиваемых и еще громче звучало дикое завывание и гиганье убийцы постепенно загорались деревянные здания на дворах конюшни сарае они пылали как ряд костров облитых смолою воздух был раскален клубы дыма заволокли дорогу и дворы толпа отхлынула подальше и кольцом стояла вдоль каменных стен усадьбы из горящего здания выбежало еще несколько мужчин и женщин их тут же убили и ограбили изрубленные трупы вытащили на дорогу и сложили в кучу поверх этой кучи положили тело девушки уже вот их великол раздался страшный грохот стоп огня взвился над домом яркие брызги взметнулись и разбросались далеко провалилась крыша под нею погибли все еще оставшиеся в доме кто-то кричал что в подвалах и в погребах спрятались люди кричали надо с ними покончить чтобы никто живым не вышел из этого проклятого дома федор салагуб творимая легенда кто же мучительствует человек или дьявол федор салагуб дает беспощадный ответ человек человеку дьявол воздвиг обман разъединения и злобствует и мучительствует нет дьявола злейшего чем этот который прикрыл свое дьявольское безличие человеческую харию личиною разъединения и соблазна федор салагуб человек человеку дьявол звезда маир все чего нам здесь недоставало все о чем тужила грешная земля расцвело на вас и засияло полигойские блаженные поля мир земной вражда заполонила бедный мир земной в нынья погружен нам отрадно тихая могила и подобной смерти долги темный сон но легой струится и трепещет и благоухают чудные цветы и маир безгрешный тихо блещет над блаженным краем вечной красоты 23 сентября в 1898 долгое время поэт заботился о том чтобы знали его книги не зная его самого роль личности в истории он понимал также как приват доцентрирадов навсегда и прочно определенный толпа только разрушает человек творит общество сохраняет в толпе разнуздан зверь свободно творящий человек ненавидит зверя умерщвляет его общество свободных людей есть колыбель нового человека который уже не захочет быть ни господином не рабом не захочет приносить жертв ни власти ни собственности он не захочет ограничивать своей и чужой свободы потому что он поймет до конца великую силу людского свободного единения в этих единениях свобода каждого возрастает с возрастанием свободы другого потому что упразднены аппетиты к власти свойственные праздному меньшинству уже и теперь идеи солидарности становится все сильнее в жизни людей федор салагуб творимая легенда мой прах и стлеет понемногу и стлеет он сырой земле а я меж звезд найду дорогу к иной стране к моей айле я все земное позабуду и там я буду не чужой доверюсь я иному чуду как обычайности земной 22 сентября 1898 в мае 1927 года работая над романом в стихах григорий казарин федор салагуб серьезно заболел все лето поэт почти не вставал с постели по словам всеволода рождественского салагуб болел долго тяжело за два дня до смерти по его просьбе подвели старика камину и он сам сжёг свои письма дневники и напечатанный роман последних лет но на стихи не посягнул сказал на это рука не подымается конец цитаты в эти месяцы поэт отпустил бороду и усы и в этом своем обрамлении стал похож на прежнего салагуба рубежа веков времени вхождения его в литературу и написание звезды маир мы скоро с тобою умрем на мы вместе с тобою уйдем на или под ясным маиром узнаем мы вновь под светлым маиром святую любовь и все что скрывает ревниво наш мир что солнце скрывает покажет маир 22 сентября 1898 смерть приближалась к нему он не чувствуя смерти помолодевший с доброй улыбкой которую я впервые увидел в нем который и не было на протяжении нашего двадцатилетнего знакомства мягко меня выслушивал без прежних придир заставляя читать ему стихи читал свои и вспоминал вспоминал без конца свою молодость через год и пять месяцев его не стало андрей белый начало века поэта не стало 5 декабря 1927 года всеволод рождественский сообщал в крым максимилиану волошину смерть салагуба не была неожиданностью но все же она взволновала из-за дела многих быть может потому что с уходом этого человека как-то ясно почувствовалось что уже больше нет символизма эпохи чтобы теперь они не говорили яркой исключительной обогативший два десятилетия тела федора кузьмича перенесли в союз писателей на фонтанку и там оно стояло сутки приходило много народу прощаться петров водкин зарисовал федора кузьмича в гробу или реквием моцарта при выносе были речи говорил замятин от союза писателей кириллов от всесоюзной федерации писателей и профессор мадзалевский от академии наук речи были краткими человеческими то есть человеке и академизма было в них мало газеты откликнулись очень сдержанно но с большим уважением за исключением одного вовсе незначительного случая впрочем вы все это вероятно уже прочли сами конец цитаты поэт был похоронен на смоленском кладбище рядом с анастасией чеботаревской в нескольких десятках сожжений от александра блока бесстрастен свет смаира безгрешен взор ужон сияние смаира великий праздник мира от рады окружен далекая от рада близка душе моей или твоя от рада незримая ограда от суетных страстей 10 января 1901 душе человеческой тесно в оковах общественности только в своих интимных переживаниях восходит душа к вершинам вселенской жизни и только освобожденная от власти всяких норм душа создает новые миры и ликует в светлом торжестве преображения федор салагуб творимая легенда последнее стихотворение салагуба отмечено датой 1 октября 1927 года начале осени он отдал свои черновики с тем чтобы опубликовать лучшие строфы будучи председателем городского союза писателей поэт не имел никаких привилегий в печати книжки копеечной цены но очень строгие в своей партийной чистоте вряд ли бы смогли выйти когда-нибудь из под пера червняка салагуба в середине октября композиция книги была одобрена но публикация не состоялась сборник признали не актуальным а отдельное стихотворение контрреволюционными наступала без малого вековое забвение поэта для иных знавших его казалось странную его неизвестность казалось что способности его были достаточно велики для того чтобы привлечь к нему удивление внимание и признание толпы но он несколько презирал людей слишком может быть уверены в своей гениальности и никогда не сделал движение чтобы им угодить или понравиться и потому его сочинение почти нигде не печатали да и вообще с людьми сходился три родов редко и неохотно ему тяжело было смотреть с невольной упроницательностью во мглу их темных и тяжелых душ только женой ему было легко влюбленность роднит души федор салагуб творимая легенда предо мной обширность вся я как все такой же был между прочим родился между прочим где-то жил повстречалась красота между прочим полюбил не придет из под креста между прочим позабыл ко всему я охладел до горела жизнь моя между прочим посидел между прочим умер я 1 октября 1927 критики эпохи до исторического материализма пенели обвиняя федора салагуба во всех мыслимых и домысливаемых ими грехах то оказывалось что тихие мальчики из приюта триродова которые и не ангелы и не дети были собраны для содомских утех приват доцента то передонов отождествлялся с салагубом а салагуб с передоновым то выяснялось что поэт мистификатор поклоняется дьяволу 70 лет похмелья исторического материализма о магии колдуне предпочитали даже не упоминать хотя однажды издали у мелкого беса в городе кеймерова было это в 1958 году в период оттепели что касается не дошивина к эпохи после исторического материализма им лучше не писать о поэтах вовсе говяжьего ума их рыночного не хватает обычность она злая и назойливая и ползет и силится оклеветать сладкие вымыслы и брызнуть из-под тишка гнусную грязью шумных улиц на прекрасное кроткое задумчивое лицо твое мечта кто же победит в земных веках она ли отравленная всеми гнилыми ядами прошлого обычность лицемерная трусливая тусклая облеченная в черную мантию обвинителя мантию изношенную покрытую пылью старых книг или ты милая с розами улыбок на благоуханных устах ты роняющая один за другим легкие полупрозрачные многоцветные свои покровы чтобы предстать в озарении торжественной вечной красоты мы только верим мы ждем вы рожденные после нас созидайте вот уже не серая не мглистая страна не наша милая родина где обычная становится ужасным и ужасно и обыкновенно иная страна далекий край и там синее море голубое небо и зубрудные травы черные волосы знойные глаза в этой яркой стране сочетается фантазия с обычностью и к воплощением стремятся утопии федор салагук творимая легенда мой ангел будущее знает но от меня его скрывает как день томительный сокрыл безмерности стремлений бурных под тенью своих лазурных огнями упоенных крыл я силой знака рокового одно сумел исторгнуть слово от духа горнего когда сказал от скорби каменею скажи соединюсь ли снею и он сказал с улыбкой да спросил я гаснут ли мгновенья в пустынном холоде и стленья на и дуль чертогов тех ключи где все почиет невредимо где наше время обратимо и он ответил мне молчи уста как пламенные розы таили острые угрозы но спрашивать я продолжал на и дуль в безмерности стремления святую тайну воплощения он улыбался но молчал 9 марта 1922 мудрецу снится мир мы видим его сны другие и этих снов не видят так давно так всегда всякому пророчеству дам я исполнение ибо я полюбил слово скажи и исполни и вот пророчество о совершенных совершенные не умрут и не сочетаются но рождают непорочное напряжение непорочной любви столь пламенно что дева рождает и от девы рождается святейшие деве поклоняйтесь и отроку в деве святость и в отроке утешение деве поклоняйтесь отрока вознесите в отроке приобщитесь страданию моему и спасению моему любящий жаждет соединения с истинной иной плоти совершенный же находит истину в себе во мне и совершенен только я кто хочет быть совершенен мне да приобщиться иного нет совершенства слабому свойственно делать то чего он хочет желание его над волей его и нет у него воли ибо воля одна только моя воля и нет иной воли и вот слабые раздираются желаниями своим моя же сила создать и то что я хочу и то чего я не хочу воля моя без причины и только волею моею созданы бытие мое и небытие мое из небытия воздвиг я бытие мое и в небытии растворил его и основы бытия моего не сокрушимы ибо их нет Фёдор Сологуб Я Мне страшный сон приснился как будто я опять на землю появился и начал возрастать И повторился снова земной ненужный строй от детства голубого до старости седой Я плакал и смеялся играл и тосковал бессильно порывался беспомощно искал Мечтою облелеен желал высоких дел и братьями осмеян вновь проклял свой удел В страданиях усладу нашел я кое-как и мил больному взгляду стал за могильный мрак И кончив путь далекий я начал умирать и слышу суд жестокий Восстань Живи опять 12 декабря 1895 Свобода – трагическая маска мировой иронии Прав был поэт. В плане возможного её нет. Нуль. В плане должного она, безусловно, необходима. Нет ничего в жизни, что раньше не было бы в творческой мечте. Мечта – это и есть самая необходимая и самая основная форма человеческой деятельности. Мечта, мысль, изобретение, творческий замысел. Назовите это ещё как-нибудь. Но вот только эта нематериальная работа человеческой души и создаёт весь наш мир. Мы просто ничего бы не видели и не слышали в этом слишком пёстром, разнообразном и хаотическом мире, если бы кто-то когда-то в незапамятные времена не догадался из всей сумятицы предстоящего выделить те или другие ряды ощущений и придать им некоторое, конечно, совершенно произвольное тогда значение. И мир стал быть. Сознанием определилось бытие. Фёдор Сологуб. Поэты. Боятели жизни. Я совершил полёт мой к небу, Как дивный сокол возлетел, И в очи пламенному Фебу дерзая пламенно глядел. Я на таинственной дороге увидел Лики Божества И слушал в сладостой тревоге Неизъяснимые слова. Семью, увенчанной венцами, К земле опять вернулся я, Семью горящими сердцами Вещала людям речь моя. Но люди тёмные в долине, Сыны безумной земли, Своей неправедной гордыней Меня безумным нарекли. 10 июля 1920 Для многого, – объяснял великий русский модернист Валентину Кривичу, – надо просто сильно сосредоточиться, Уйти из времени. Такой уход из времени у меня бывает достаточно часто. Первый раз я ощутил его, будучи восьмилетним мальчиком. Я бежал куда-то через Николаевский мост. И вдруг почувствовал, что мысли у меня как-то слишком быстро Несутся вперёд, мысли и образы, один за другим. Меня это удивило и раздражило. Я стал стараться задерживать их и осознавать, Делать так, чтобы каждая такая мысль Дала мне возможность в неё всмотреться. И вот тут впервые я как бы вышел из времени. На вопрос, связывались ли такие ощущения с процессом творчества, Единственный последовательный декадент отвечал. Здесь тоже. Вы чувствуете иногда, что вот вдруг В голове словно бы звякнул какой-то звоночек. И вот вы отделились от настоящего, от времени. Вот тут он провёл ребром руки поперёк стола. Действительность. А тут уже другое. То, что внутри вас. И вы рассказываете именно то, что внутри вас. И поэтому часто не можете сказать иначе, как говорите. Ведь это же только и именно то, что было. Что же тут можно сделать? Темный голос звучал над Артрудою. Настала ночь, когда мёртвые твои придут к тебе И скажут тебе то, чего ты не знала. И приходили один за другим. Фёдор Сологуб. Творимая легенда. Приходил Блок. Приходил Измайлов. Приходила Анастасия. Воображение влечёт в страну всегда блаженную, Где время зыбко не течёт во мглу веков забвенную, Где вянут тяжести верик бессильными угрозами, Где расцветает каждый миг невянущими розами, Где все обласканы поля бессмертными алмеями, И что же ты, моя земля, исползанная змеями, И пыльная немая лень, растерзанная тиграми, Мгновенно зыблемая тень под ангельскими играми. В обетованной той стране, где всё святое сбудется, Что снится здесь порой во сне или в восторге чудится, Где я навек соединюсь с моей Анастасией, Где оживёт Хмельная Русь, Софийской Россией. 29 июня, 12 июля 1922. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok